Игорь Тихонович, вчера вам звонил мужчина? По-груще. Мужчина вам вчера звонил? Да. И вопрос задал такой, у вас в больнице появился спор по поводу, приезжали гости со службы, вывели с соглашенными его гостей. Они маленько были недовольны. Помните вчера? Ну я как бы отвлечён, не у нас, потому что обвечения они не принимают вообще никак. И с гневом так рассматривают. И всё у них обвинение, гордыня, прелесть. Больше ничего нет. Дело в том, что в церкви каноны вообще отвергнуты, их нет. На них не ссылается ни патриарх, ни епископ. Я не знаю, кто бы ссылался и говорил, надо выполнять. Этим вопросом я занимался долго. Специально занялся изучением церковнославянского языка. Это язык мёртвый. И научиться негде, что я пришёл и говорю. Я только учился по книгам. И это семь вселенских, девять поместных правил. И святых отцов. Называется книга правил. Вот я спрашиваю, я могу у Осипа спросить, сколько правил. Я даже не знаю. Знаю про Песла, там какое. Масон мне меньше всего. Но не ответят. Это я абсолютно знаю точно. Никто не ответит. А почему? А этих правил нет. Они поправили, они не нужны. Ещё их изучать, если они не нужны. А это каждый собор. И надо знать, сколько правил нарушается. Нарушается. А Иисуса Новина 1.8 говорится, что да не отходит книга сия от уст твоих, но поучаясь о ней день и ночь. Да бы в точности исполнить написано. В точности. Я это узнал в первый же год, когда Евангелие в Библии мне дали. В первые месяцы. И уже через три месяца я проповедовал скапедры в город Венспус, Латвийской ССР. Это были пятидесятники. Я им не был. Они знали, что я держусь православие. Ну, решали, желали слышать. Я многое после выступления стихов рассказывал. Ты балуешься, да, вперёд. Иди. Ну, ещё. Ну, ну. Ух ты, беда ты. Ой, какой. Ну, и вот. Я спрашиваю, сколько всего правил? А как вы узнаете? А есть книги, которые сохранились, изданные до патриарка Никона. Иосиф был. Вот её Иосифовская. Это Ибгага 989. Это крещение Руси. Запомни, когда было. И это как раз год тот. Там 88-89. Даже это не сохранили точно. Вот. Есть правила, которые изданы для одного человека. Там Погония, Василипийская, Погония. И правила это. Но ссылаться можно. Действующих сегодня 719. Эти декретарии Есениана отпали. Очень строгие законы были. Допустим, человек мужеложный. Гей. Так и называют. Голубые. Секс-меньшинство. Вот. Допрос. Свидетельство. Больше ещё не надо. Два свидетеля. Не надо было анализы. ДНК. Да я вот не знаю. Мне тут один с Америки приехал. Не у нас, а там. Меня с ним свели. Я не могу никак. У меня тянет к своему полу. К мужикам. Так еще не лещься. А где? Нигде не лещат. Я знаю. Лещат и очень хорошо. Сто процентная гарантия. У. Я поеду. Поезжаю. Только деньги нужно. Билет взять. Ну я возьму. Пожалуйста. Саудовская района. И сразу там заедите. Напиши, покажи. Перевод сделаю тебе. Все. Башлык на голову. На двадцать пятый этаж. И вниз головой. Путевка в один конец. В ад. О нет. А, значит ты не хочешь. Если бы хотел избавиться, ты поехал. Поехал. А у него тогда было как? Отрезали. Не кастрировали яйца. Отрезали. А отрезали половой орган. Все. Ему больше нигде нету. И дальше. Сразу же его в рудники. И там видимо где штольни с поворотами. Он света не видит. У него это вот. Когда везет там в вагонетку. Кто-то тащит. Другое менее опасное. Вон на выходе тут его могут взять. Вот там охрана стоит. Там не убежишь. Ни один не выйдет. Ему железом на лбу прикладывают. Мужеложник. И это печать. У него не стереть ничего нельзя. Но она прожженная до лба. Все. А здесь так идут с парадами. Ну в Грузии сумели. Кто с тарелкой. Кто со сковорной. Кто со стулом. Бегут священники. Все. Разгромили не было. Не было. Ты не знаешь что делать. В Содом и Гаморрах. Один. Я читал где-то в Норвегии. Там у них пастор называют. Вера такая. Ну христианин. И он сказал об этом. Его арестовали и штраф. Как так? Они продвигают наоборот. Почему? Должен быть мир сожженный в огне. Сгорит. И поэтому мужеложество свирепствовать будет. Ну и женщины там в лесбиянке. Такой остров был без мужей. Я это не случайно говорю об этом. Они забыли правила. И запомнишь память у тебя молодая. 719. Но это еще можно. Но теперь нужно знать какие правила нарушаются. Я конечно в алтаре многое не знаю. Там не был. Но нашлись люди которые подсказывали. Сергей Бурдин. Диакон. Ваше благо что Игнатий не в алтаре. Он бы еще больше тут увидел. А нарушение 413. Заповеди. Ежедневно нарушаются. Умышленно. Целенаправленно. И когда говорит что не положено чтобы раньше 30 лет был священником. А если 25 лет Яков. Да будет извержен. Извержен значит все навсегда. Извержен. Выброшен. И как. А сегодня все. Это патриархи. В епископы еще на 30 лет. А патриарх Кирилл и в епископы до 30 лет только положил. То есть рвутся к власти. К золотому корыту. А поэтому торговля табаком, водкой ни за что не считается. И вот. Сколько святых отцов? Оказывается 17. Теперь 13 наверное. Потому что кое что упущено. Это 57 процентов. Я сделал сравнение на дороге выехать и нарушать правил движения. 57 процентов. Куда уедешь? Да никуда. Им это и не надо. И вот так приезжает со священником где-то в одном городе. Уж не буду говорить с чего. И знакомые. Который здесь настоятель. Он тому знакомый. Зговаривает со всем. Но. Здесь одно но. Там есть люди. Которые знают правила. И которых придерживается все время. И никому. Льготы никакой нет. Так и должно быть. А тут приезжают все священники. Его люди. А по канонам так. Куда бы ни поехал. У нас батюшка едет. Когда идет здесь в метрополию. И Бог выдает бумагу. Он ни на отлучение. Ни под судом. То есть он везде может защищаться. Мы поехали трое. И тоже взяли справки. Отпечатанные. Бывает еще и с переводами. Так. Крепко держись. Здесь ничего этого нет. Приезжают люди туда. Бритые. Но бритые это. Не верующие люди мира. По стихии мира. А не по Христу. Дружба смирная сворожда против Бога. Яков 4.4 права. Кто любит мир. Кто любит любви. И очень. Это люди. Никакого отношения к церкви не имеют. Они имеют право. 4 бритвы имеют. Разные бритвы. Но. Какое отношение к церкви. Кто отменял правила. Которые церковь приняла. 6 Вселенский собор. Второе правило. Говорит. Сие изрекли трубы Духа Святого. Я занимался ими 3 года. Конечно я занимался и другими делами. Но все время. И составлял симфонию. Глядел тем более. Видимо митрополит Виталий узнал. И мне прислал дарственную книгу. Григория Грампа. Несколько раз. Эпископ. Эпископ. Он. Князь. Князь. Какой еще. Владимирской. Он там был. И прислал книгу с дарственной надписью. Игнатью. Благословение. И то другое. Нарушать нельзя. Нигде ни одного правила. Здесь приехали люди бритые. Никаких документов нет. Никаких документов нет. Что они ни от учения. Ни под судом. Нигде. Никак. А только из-за знакомства со священником. Если без знакомства со священником кто-то пришел, то вопрос к нему другой. А так войдет к вам человек богатый с золотыми зерстами. Ну туда. И здесь так. А им льгот. А почему у вас священника есть вроде такая бумага? Я староста. Староста наблюдает за порядком. В обязанности входит. А порядок такой. Я говорю. Вы трижды говорите. И весь соглашенный извините. Ну да. А где? Так как не знают, кто оглашенный весь мир не оглашается. Они выбросили эти слова. Это уже не литургия, а золотоустов. Любой причастник. Причащайся, причащайся. Каждый день. Не слышали, чтобы по два раза надеющие. А жизнь не меняется. Бесноватая. Умирают рано. Почему? Многие больные немало умирают. Недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Вот мы как раз и подошли к тому. Смертные приговоры. Понимаешь ты, что ты делаешь? Никак. Да эти люди такую даль ехали. Они летели. Они деньги тратили. Послушай, это ты что? Комментарии дарёшь? В правилах есть такой вид, если они далёко летели. Или в крестный ход ходили. На поклонение костям, мощам, трупам. И что? Их теперь без проверки? Отношения за детей. Их никто не знает. Тут корреспонденты. Тут разные люди до этого заходят. Разрешают. Которые к нам приезжают. Они все вышли. Все. Ты выходил? Выходил и готовился. Почему им? Один из них там всю жизнь в КГВ проработал. Хотя это не имеет значения. Но... Да они рубашки какие заказывали. Решили, чтобы понравиться вам. Непоколебимые. Не в рубашке делают, друзья мои. Рубашка это хорошо. И косоворотка там. И пояс они сделали. И широкие. А они мирские люди. Да они со священником приехали. В первую очередь я не знаю это. Священником или нет. Я вижу отдельные люди. Почему они подошли? И тогда мы сказали. Батюшка взял на себя ответственность. А он и так взял. А вот это я не знаю. Тест падает все на меня. Я старостая. Я обязан. Трижды кто оглашенный. Это оглашенный не были даже. А еще два раза двери, двери при мудрости. А дьякон. А его здесь не сдвинешь с места. И нету у нас дьякона. Он должен пройти и посмотреть. Нет ли посторонних, некрещенных, отнущенных закрыть. И двери на замок закрыть. Двери, двери. Нет этого ничего. Так вина падает на меня. Что я сделал не так конкретно. Но люди такие. Да они ехали. Это так. У вас прелесть. Это вижу. Вы любви не имеете. И пошел к самому беспокаянному врагу нашему. А тот сказал. Любовь приветил. Так хорошо. Ой-ой-ой. Сластолюцы. Что он тебе хорошо приветил? Он сказал тебе, что он враг. Враждует против всего, что здесь есть. Ну ты понимаешь. Нет. Это показывает, что ты такой же. Ты нашел родственного тебе. У тебя нет развлечения духов. Сколько зла сделал человек. Сколько людей от Бога отвратил. Ты маленько хотя бы спросил. Ты же в чужой местности находишься. А вы привыкли командовать. Властвовать над народом. Канон отменен или нет? Скажи. Он не слышит. Я 10 раз говорю. Я по канонам поступаю. Тем более поставлен. И в обязанности мне смотреть, чтобы не было там посторонних. Я старост. Меня избрали. Я при должности. Да даже и не так. Я все равно бы сказал. Выйти надо. А было, чтобы не выходили так. Не было. 30 лет на что потеряли. Не было. Сказал. Махнул рукой и выбрал. Заранят, которые наши люди. Я сказал. До этого момента можно снимать. А тут. Я один там с той стороны зашел. И видимо забыл. И сунулся фотографировать. У тебя в охоте какой уголь. Вот этот петки около тебя. Ну это. Бывает из Рио. Новости. Фотографы такие. Знатные. Нас это не касается. Был Волобоев Александр Павлович. Он 32 года снимал. Вот Владислав приехал. Галенко. Это не просто так. А фотокорреспондент. УВД Мамонтского района был. Потом заметили его. Краевой сделался. А теперь Москва его затребовала. Вот теперь приехал в Москву. И он нигде ни слова. Сидит только улыбается. И все. Вышел на улицу. И все. Не положено. На меня нападка очень сильная. А как? Да никак. Они как бурным ветром против тебя. Тебя Господь говорит сделает скалою. И они не сдвинутся. Поэтому я и разговаривал так. Мне лебезить перед ними не надо. Как говорят. Вместе детей не крестили. Я говорю. Ты не крещеный коп. Ты мощеный. Тебе вот с чего надо начать. Батюшка когда-то крестил. А он помогал. Священник такой. На Персии стоял. Говорит. Ну заходи у тебя сейчас покрещу. И все. У нас были даже иеромонахи. Принимали крещение. И возвращались. И дальше служат. А они не погруженные. Без погружения нет отпущения грехов. Нету. Апостольское пятьдесятое правило. И сорок девятое. Я называю правило это. И он не слышит абсолютно. И остановить нельзя. Он сорвался. Это уже беснование. Потому что он к бесноватому страницу сразу идет. К бесноватому. Который не может сам написать что-то. Обязательно надо слушать. Если не прочитают. Он спать не может. Вот когда колдовство передает и другое. Это за недостойное причащение. А теперь в хорошей связи со священником. И теперь вот такой-то я с бизнесменом. Он помог мне в церкви. Да зачем она церковь нужна. Когда она беззакония туда. Вся нечистота стекается к тебе. Ну ты пусть там одно правило то. И он еще будет. До 30 лет нет рукоположения. Не было. И правило с наглавой собой дважды. Говори. Где борется за старину. В 21 год кажется. А вакуум 23 дико. Столовый собор еще никто не отменял тогда. И отменять нельзя его. Потому что там и святые были. Канонизированные церкви. А они обманщики. А они ведут людей не в рай. Иначе он остановился и сказал. Преграда. Дальше нельзя. А к вам приходили знатные люди? Да. А у нас его губернатор Путин там или кто-то еще там путался под ногами. Ну и я сказал. Объяснил. Пришел первый раз человек. Вот сейчас. Это Данила. Сказали. И были люди с большими званиями. Из краевой администрации. И другие. Из КГБ. И приходили профессора. Всем объясненным. И всегда. Да. И когда приезжали здесь. Вот где за складами. Вот это. Маленькие там деревья. И тут я сейчас наук там свечку прикреплял. Сделали. Первая литургия была здесь. И те которые не относятся к церкви. Они были выкинуты на другие деревья. Подальше. И все. И тогда на душе у тебя легко. Тебе радостно. А здесь он прям беснуется. Кричит. Он не может остановиться. Ему надо меня заверить. Это ты в прелести. В прелести. Да я знаю что вы сопрели все в этой прелести. Главное это прелесть в вас. Вы обольщенные этой временной жизнью. Хорошие отношения с кем-то наладят. Денег тебе дадут. Ты заботишься о Царстве Небесном. И когда говорим о такой-то собор установил. Не надо только собор. Ну собор и собор где-то. Это четыреста двести епископов. Из которых многие канонизированы. И ты их вот так одной рукой отвел. Это четыреста тридцать. Есть такие по шестьсот было. А каноны вообще-то полторы тысячи. Из разных когда я подсчитал все. Полторы тысячи епископов. А ты во сне невиданой даже. А ты их вот так вот бросил. Да что они у меня значат. И у меня кадила, чтобы в руках ходила. Ну и все. Он ничего сказал. Если бы вы предупредили, что надо взять бумагу. Мы бы взяли бумагу. Но какая бумага может быть, если они были? Еще нет. Бумага не действительно. Потому что бумаги разрешают бриться. Я объясняю. Давид, когда на половину ему отстригли, там, обрели. Не запустил город в Иерусалим. Идите в город проклятия их хода. И ждите, когда города отрастут. У нас еще нет. А архиерей приезжает. А с ним там помощники. Архиерей берет на себя. Я знаю. Если бы такое было. И вы объяснили. Вы не архиереи. Архиереи. Вы не имеете права нарушать. Это устав. И мне не говорили, что он привез бумагу. Тогда брит и будет на службу. Он говорит, что нет. У меня староста должен наблюдать за порядком. Смотреть. Какие обвинения в мой адрес? Ты открылся. Теперь видно, что ты Бога не знаешь. Ты лицемер. Ты. Ты. Понимаешь. Лиседействуйте только. Ад, ая. И ты скольких допустил. Скольких людей оттолкнул. Скольких ты мужчин не покрестил. Златоуст прямо говорит. Если одна душа погибет по твоей небрежности. О, священник. Тебе не хватит всей жизни загладить вину. Всей жизни. А вы их миллионами губите. Скажи, где требуется. Мы ездили в путь. У нас были выписаны бумаги. Но мы не заходили нигде. На всякий случай. Может отпевать придется. Может умрет там. И то другое. Нет. А вот если священник, например, двадцать восемь лет поставлен. Раньше. На два года. А служил уже там двадцать лет. А потом понял. Или ему сказали. Или он не знал. Что ему два года идти потом туда? Нету правила такого. Он должен быть известен был. А раз такое есть. Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что за давность. И теперь ему уже возраст такой. Может служить он. И в законное рукоположение будет. Но до этого возраста он не должен. Правила не объясняются. Определенно. Все. Есть там. В среду Юда предал Христа. В пятницу распятия. Поэтому постимся. А есть правила, которые объясняют. Почему за пьянку два года. После исполнял шестьдесят девятое апостольское правило. На два года. Вот почему. Если муж изменил жене. На семь лет отручается. А жена мужа изменила на девять. Один и тот же грех. Одно и то же удовольствие зла. Василий Вики правила составил. Он говорит. Несправедливо согласен. Но по-другому пока нельзя. Весь ответ. А что раньше времени. Христос не вышел раньше тридцати лет. Даже Христос не вышел. Вы больше Христа везете. И это знали. И говорят. Что если и весьма будет достоин. То есть будет создать вот талантливый такой. Он такой там. Проповедник. И так далее. Ставит раньше увеченных лет. Если у тебя нет достоверных. Не просто сказали. А достоверных свидетелей, что ты был погружен. Погружен. На этом и говорится. Восемьдесят четвертое правило. Шестой Вселенский Собор. Немало не снимем вас. Примить крещение. Да не будешь решен таликой благодати. Слишком многое за этим стоит. Но ты должен узнать. У нас вот был Николай Астахов. Ему священник сказал. Да. Полное погружение. Я не знаю ничего. Я батюшке сказал. Он сказал, что он погружен был. Я говорю. Нет. Он не знает. Ему сказали только. Надо проверять. И батюшка первый раз не согласился. А он поехал туда к священнику. Когда крестился? В девяносто первом. В девяносто четвертом построили. Тогда никого мы не крестили. В полное погружение. И все встало на место. А вы как знали? Никак. Сердце моё терпетало мне. Не крещеный. Не крещенный, не погруженный. Я трижды подходил к батюшке. Я говорю. Не крещен он, батюшка. А тебя откуда знать? Я имею связь с Богом. Я молюсь. Как молиться? Бог говорит. Возови. Я услышу. Я в это верю. А вы не верите. И здесь они обнаружились через это. И на суде Божьем это выявится. Когда осуждает еретика Льва и Саврянина. Иконоборец. А он не был иконоборцем. Он сказал иконы. Понять повыше. Чтобы люди не лезли. Лбами не сущали. Вот когда священник. Диакон или священник. Идет кадилом. Кадит. И за ним разворачивается. Зачем? Он кадит не нас. И не стены. А иконы. Зачем? Три раза не знаю. Что демона насели на них. Отгоняет. Бесславно набоится. Все необъяснимо. Нигде ответа такого нет. Он не поворачивается потом к людям-то. Вот поэтому я должен иногда чуть-чуть. Никак. Ты стой и все. Можешь голову закладить. Столько дурного. Теперь к иконам приложиться. Поцелуй. Да, поцелуй. И как берут? Вот так вот. И вагнер лежит. Поцелуй. Лежи. Путин так же делает. Его разводили. Патриарх и прочее. До этого крестился Путин. Вот так вот. Господи. Прямо вот так крестился. А сейчас как патриарх так же вот так вот. Вот здесь вот подмышкой руку сует. Крест перевернутый. И поэтому он не Богу, а дьяволу. А колдуны так делают. Слободской. Серафим сейчас вот закон Божий вышел. Он говорит, сколько лет нам из человека один говорил об этом. И теперь ты когда что и показали схему. Видел может. Вот. Если вот сюда вот освещение чувств. На поп. Здесь вот эта полоса тогда больше чем от этого. Больше. Поэтому нормально. А когда вот этот вот маленький такой. До этого то вот. Там еще креста то нету. Он не достает его. Долба не достает. Мы читали на Старославянском. Там в стоглавом заборе написано что персть. На персть. На грудь. На персть. Это одно и то же. Это на живот. Речь идет о рождении через живот. Господи. Господь всему. Иисусе Христе. Имя получил через Деву Марию. Сын Божий. Восел от десной величии. Помилуй меня грешного. Но показывает два или три перца. Два Бога человек. На кресте умирал не Бога человек. Троица тогда. И Троица умирала. Правильно самое. У католиков. Почему? Они рукой показывают пять ран. Умирал человек. Иисус сшедший с неба. Воплотившийся через Деву Марию. Меня стоящего на левой стороне. Переведи на правую. Посредством пяти ран. Которые ты получил на Голгофе. Вот у них так. Но я не католик. Но я должен сказать. Они правы. И не только в этом. У нас в Библии отсутствует в седьмой главе третьей Иезре. Там восемьдесят что ли. Стихов. Их где нет. Там Бресельская Библия есть. Почему? В сенатском манускрипте. С которого переводили нету. Я должен сказать это. И этим сейчас вот они наткнулись. Теперь досуда Божия. Я считаю Матриканствою главой Иезекииля. Все правильно делал. У нас ты грешил один раз. Ни одна правда твоя не припомнится. Ты погубил все. Они еще не понимают. Они только перед людьми. Но они же приехали. Это с нами. Он из этого выйти не может. Это честолюбцы. И при том они как? Разделяют людей. Знатное и незнатное. Это самое. Мы не по рубашке определяем. Он бритый. Его видно. Он мирской человек. Испаршивает не о чем. Отрастет борода. Зайдешь. Он обесчищен. Так это ветром завете. Дина была обесчищена. Изнасиловала. Это грех сегодня. А здесь написано. Очень обесчищенная. Когда бороду сняли. Пол бороды. И они не мерили. Думаю ни один день. Но я подравняю это с этой. Нет брат. Тут сразу видно будет. Ни одна волосинка не тронута. И заботились они теперь о себе. Да заботились. Да где не виноваты. Не имеет значения. А они поруганные. И в земной Иерусалим нельзя. Мы идем в небесный. А вы показываете все время. Половину им вот так что ли обрезали? Да. Половину. Вот так и не так. Вот так. Вот так пол бороды. Вот так вот полностью. А половина была обрезана. Нет. Нет. Потому что написано. Половину одежды. Чтобы до череса. Нет. Никто не знал. Одежду обрезали до половины. А это вот так вот. Пол бороды обрезали здесь. Чтобы видно было. А так то и не видно. Это все время. Именно надругательство. Значит у них этого не было. Может и были бороды. Вот такое дело. И поэтому я разговаривал с священником просто строго. Я вижу. Обманывают людей. Книгу правил за 70 лет ни разу не издали. И никто не отменял. Нет. Без правил. Это книга. Которая показывает. Это говорит. Правила коронны. Это вехи на пути в Савство Небесное. Хотя Евангелие это путь в Савство Небесное. Это так и должно быть. И так они будут. Меня это не касается. Я должен оказаться верным. Перекрестись. Я крестился и буду креститься. Роль это режимно-оперативной работе. Самый такой был. Палач. Я не сидел в лагере. И он. Не крестись. Я перекрестился. Это единственный раз. Он ему ударил. Так скользко. Не больно ничего. А рядом капитан. Полетать делал. Как он по своему ему. Он сразу залепетил. Он сразу дал понять. У меня дело ведет Московское КГБ. Я одно слово и с тобой займутся. Нет. А вы по-славянски считать можете. Оказывается. Вот и все. И тебе Бог даст помощников. А этот Кудериар. 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 Мои письма хранил. Говорит. Из ООН. Из Японии. А вас когда-то есть. Но дать я не могу. Выходить будете когда-то да. Вот так. И я сидел дома. Меня священники навещали. Я не причащался. Пока не отросла борода. Я ждал. И дал пример. Все. Вот почему вчера я так-то разговаривал с ним. Я вижу. Они обольщенные. Вот прелесть. Вот она к нему на сто процентов привела. Говорит. А мне нет. Я правила показывал. Я сокрытие. От летого. От летого. От летого. От летого. Как говорится. Показал. Привет. Моим знакомым. Епископам. И все. Вот ответ. Все тогда. Ко мне претензий никаких нет. Так. Я хотел спросить. У Голубой облазили. Отрезали. Нет. Нет. Уже сколько раз. Неделя прошла. И так спутанные ходят. А кто за ними ухаживал. Конечно он и не видел и не знает. Когда вы сделаете это? Сейчас. Нельзя уже. Сейчас? Светло. Вечером дождаться когда стемняется. Взять фонарик. Залезти. Возьми ножницы. Аккуратненько-откуратненько там. А можно ножик маленький. Ну это. Чтобы он наверху будет. И брать. Голубые. Смотреть какие. Не дикие. У одного как шапочка. Коричневый. У другого вдоль спины. И идет. И посмотреть. Два я заметил. Вот там может быть больше. Посмотреть. Ноги. Ну видно же где-то. И с ног до одной ниточки снять. Один раз я прихожу. Там огонь висит вниз головы. Они где-то цепляют на ноги. Ну я. Хорошо, что вот один зашел. Но я цепил. Отрезал. Все. 6 часов. Слава Богу.